Всем привет, сегодня пойдет речь о такой интересной вещичке, недорогой, от компании Xiaomi, а именно так, которая сможет привести вашу одежду в надлежащий стамп, надлежащее положение. Это машинка для средств катышков от компании Xiaomi, и вот еще 5 дополнительных, я заказал 5 дожей, чтобы вообще не париться, хотя ножи тут особо и не особо купятся, но будем смотреть. Так, вот в таком она коробке пришла. Машинка у нас работает от встроенного аккумулятора емкостью 1300 мАч, что хватит на 90 минут, 2 часа подзарядки и опять непрерывно 90 минут. Вот инструкция вся на китайском языке, в принципе, ничего тут сложного и непонятного нет, достаточно, машинка достаточно и компактная с одной стороны, с другой стороны, вот удобно в руке уже лежит, мне уже нравится. Отсек, как мы видим, для мусора с прозрачным стеклышком, соответственно, по заполнению тоже будем делать, его легко снять и прочистить. Все, вот у нас мощность 2 Вт и тут такой мотор, который не позволяет выдувать это все обратно, то есть он засасывает. Вот так вот мы откручиваем аккуратненько и меняем наш ножик. Что из себя представляет ножик? Это 5 вот таких вот лезвий под небольшим углом, достаточно острый, насколько я вижу, и сетка, которая получается на 0,2 мм, срезает все вот эти карточки. Я сейчас возьму и проверю все это. Так, кнопка включения-выключения, все, вот она вот так работает, здесь идет выдув, соответственно, оно как вентилятор и срезалка сюда загоняет мусор, заряжается у нас от microUSB, зарядка длится 2 часа, и индикация работы, вот присутствует, и, наверное, если будет моргать, то, соответственно, аккумулятор у нас будет подсевший. Щеточка для чистки этого же контейнера и здесь вот раз, два, три, четыре. Дополнительно в комплекте, чуть не выбросил, идет кабель microUSB, USB небольшой, вот такой для подзарядки нашего аккумулятора. Так, щеточки, видите, немножко они отличаются, как минимум, по цвету, не знаю, как будут отличаться по качеству, ну, не должны, по идее. Но тут уже, видите, три, три штуковины, тут у нас было пять, а тут уже три, ну, не знаю, ну, пусть будет так, это, на самом деле, я так заказал, ну, что-то оно даже не одевается, а, нет, все нормально. Сейчас включу без защиты, ну, так делать, ну, вот. А, без защиты, ребят, даже не включится, вот здесь вот микрик стоит, и, чтобы вы не поранили рук, и вы, где, там, ребенок, то, видите, вентилятор, получается, загоняет сюда, все, что срезалось, попадает между вот этими отверстиями, и все, все, в отсек. В принципе, простая вещь. Вот свитер супруги, он, видите, весь такой в катышках, очень нежный, давайте, ну, достаточно яркий, поэтому будем тестировать на нем. Включаем нашу машинку, прикладываем, и слышим даже, как вот она срезает эти катышки, звук среза идет. Не стесняемся, вводим в разные стороны, чтобы большие достаточно идут, даже вот эти вот катышки, они не маленькие, то есть в сетку они не всегда сразу хотят попасть, но мы им это все поможем. И вот у нас уже в отсеке все вот эти катышки, вся эта пыль вот у нас здесь собралась. Ну что ж, я закончу. Практически все катышки удалены, теперь мы просто сдвигаем вниз, и вот смотрим, сколько он здесь у нас собрал нашего мусора. Так, где наша щетка? Вот щеточка, вот кошлатовый мусор, который не портит вид нашей одежды. Вставлю тройные ножи, которые не, не знаю, может они не родные, но, в общем, они идут вот таким вот макаром, там пять, тут три. По идее, ребят, качество не должно ухудшиться, от слова совсем, даже в принципе с одним ножом оно будет нормально. У меня была раньше такая трешка, и нормально работала. Вот катышки, где у нас тут, ну вот остались катышки. Да, ребят, никак не влияет на работу, нормально, что с тремя. Даже вот тут нитка была, можем и нитку подрезать, только надо попасть в эту штучку. Все, раз, выкручиваем, смотрим, да. Вот нож остался здесь, вот мусор, то есть что с тем, что с тем ножом оно работает. Еще вот один пример, моя уже кофта более такая толстая, плотная синтетика, и попроверим, насколько сейчас. Вот вы даже слышите звук, она на... Все вот эти катышки, она срезает, и одежда получается у нас, получает презентабельный вид, но не новой шмотки, но все-таки лучше, чем с катышками, некрасивая шарканная одежка. Так что в принципе к покупке рекомендуется, она очень, вполне гуманная, да, есть можно купить, вообще у нас тут в магазине в любом, но она питается от батареек, и батарейки эти приходятся, они в основном толстые, квадратные, их приходится искать, заряжать. Вот видите, несколько секунд, грубо говоря, там 10, все, вот у нас столько грязи, я уже тут насобирался свои кофты. Так, а тут в принципе ся мишка, качество как всегда на высоте, продуманность, вот мой мусор с черной кофты, сколько здесь по сути его и было. Без этой штуковины, она точно так же не включится, вот стоит датчик, вот он здесь, и если пальцем зажим, то да, включится, если раз, то все. В принципе и продуманность, и защита есть, и самое удобное, что встроенный аккумулятор может даже в принципе заряжаться от пауэрбанка, где-то если вы находитесь в дороге. Единственное, вот раз попали, защелкнули, все. К покупке рекомендую, вы не забывайте подписку на канал, ставить лайки, потому что много интересных видео у нас еще впереди. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok